Кроме того, и считаю это главным сейчас для нас, сконцентрироваться на поддержке людей, жителей Камчатского края, которые объективно могут оказаться в сложном жизненном ситуации. Традиционно в центре внимания и в центре поддержки семьи с детьми уже готовятся к началу выплаты детям от 8 до 16 лет. Они заработают с апреля и достаточно серьезный их объем, он привязан к прожиточному минимуму и составляет в зависимости от ситуации с конкретной семьей от половины до 100% такого минимума. Что это означает в цифрах для Камчатки? От 12 до 24 тысяч рублей будут получать семьи с детьми от 8 до 16 лет. И хочу еще раз подчеркнуть, что именно адресный характер, расчет принимающего внимания, конкретное положение, конкретной семьи является, мне кажется, абсолютно правильным решением в текущей ситуации. Мы концентрируем ресурсы именно на тех, кому поддержка больше всего нужна. Ну и уже традиционно сам формат этой поддержки будет максимально простым. Заявление через госуслуги, если такой возможности нет, будет и возможность подачи бумажного документа, но уверен, что основная часть граждан именно электронным форматом воспользуется. И перечисление на банковские карты МИР, так как проводились выплаты во время пандемии коронавирусной инфекции. Этот фокус на поддержку жителей, на быстрое реагирование и внимание тем, кому больше всего нужна помощь, то, что президент акцентировал в члене совещаний, то, что является главной задачей и для правительства Российской Федерации, ну и, конечно, для нас, руководителей регионов.